Здравствуйте, дамы и господа! Ну что ж, вчера произошло весьма такое знаменательное событие. За последнее время мы получили очередной сюрприз от Китая. Китай повысил дисконтную и кредитную ставку на четверть процента, тем самым обрушил надежды участников рынка и, может быть, в целом развитых стран, на то, что локомотивом восстановления мировой экономики будет Китайская Народная Республика и то, что Китай вывезет на себе все развитые страны в целом мировую экономику. После того, как это известие стало доступно всем участникам рынка, мы увидели, как начал резко расти американский доллар, как начали падать сырьевые активы, высокодоходные активы, торгуемые против американского доллара на валютном рынке Форекс, а также падение американских основных фондовых индексов. В общем, в целом можно говорить о том, что китайский регулятор дал понять, что он не намерен больше терпеть проблемы, собственные проблемы, национальные проблемы, в первую очередь вздутие пузырей на строительном рынке в собственной стране. И, по мнению многих западных экспертов, это не последнее решение Банка Китая. Вполне вероятно, он может и дальше продолжить ужесточение монетарной политики. В целом, вчерашняя ситуация в самих Соединенных Штатах была не очень радостная. Отчеты по компаниям Google и Bank of America, прошу прощения, Yahoo и Bank of America, не очень порадовали инвесторов, и мы видели довольно значительное снижение. А также проблемы банковского сектора, а именно снижение бумаг банковского сектора, толкнуло американские фондовые индексы вниз. Итак, к настоящему моменту ситуация в Азии у нас обстоит таким образом. Индекс Nikkei 225 упал на 1,65%. Фондовый индекс Topics снизился на 1,2%. Но, в первую очередь, конечно же, очень сильное давление на снижение основных японских фондовых индексов оказали новости из Китая. Конечно же, укрепляющаяся японская иена против единоевропейской валюты, в первую очередь, конечно же, ну и доллара США. Также на сегодняшних утренних торгах упали индексы Гонконга. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,8%. Снегапур упал на 0,46%. Что касается Китая, то китайский индекс Shanghai Composite к настоящему моменту вышел из отрицательной зоны и торгуется с небольшим плюсом, плюс 0,07%. В целом, если мы, обратив внимание на то, как обстоят дела в целом в Азиатской регионе, в Тихоокеанском регионе, то индекс MSCI к настоящему моменту вышел в положительную зону и прибавляет 0,11%. Итак, ситуация также потихонечку выправляется на сырьевых площадках. К настоящему моменту нефть марки Brent подрастает на 0,66% и находится на уровне 81,64$ за 1 баррель. Что касается западно-техасской нефти WTI, то она подрастает на 0,74% и растет, и находится на уровне 80,76$. В целом, ситуация на товарном рынке тоже потихонечку выправляется. Мы видим, как вышли в положительную зону контракты на медь. Медь подрастает на 0,2%, на золото. Золото растет на 0,23% и сокращает отрицательный разрыв или свое падение вчерашнее контракт на серебро. Итак, золото у нас находится на уровне 1339$ за 1 унцию. Что касается серебра, то серебро находится на уровне 23,71$ за 1 унцию. Но давайте посмотрим, как у нас обстоят сейчас дела в Европе. Как и предполагалось, Европа открылась в отрицательной зоне. К настоящему моменту индекс Dow Jones Stocks 50 снижается на 0,16%. Сводный индекс европейских акций Dow Jones Stocks 600 находится практически на уровне своего вчерашнего закрытия. FTSE 100 снижается на символическое 0,05%. DAX 30 на 0,13%. А французский КЭК 40 на 0,15%. В целом мы видим, что наиболее активно торгуемые бумаги в Европе в основном находятся в отрицательной зоне. Давайте обратим внимание на ту статистику, на те новости, которые сегодня нам следует ожидать. И на какие нам необходимо обратить внимание. Итак, в 12.30 выйдет протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике Великобритании. Также будут интересными данные по оптовым продажам из Канады в 16.30. И также в 18.30 будет доклад Банка Канады о денежно-кредитной политике. Ну и для тех, кто торгует на рынке нефти, будут опубликованы данные в 18.30 по запасам сырой нефти. Ну и также, конечно, интересным будет публикация бежевой книги в 22.00 по московскому времени. В целом, ситуация сейчас на валютном рынке спокойная. Мы видим, что вчерашнее резкое укрепление американского доллара немножко отыгрывается с его снижением. К настоящему моменту индекс доллара снижается на 0,36%. Находится на уровне 78,14 пункта. Но в целом, на наш взгляд, к настоящему моменту на рынках все больше и больше появляется мнение о том, что вполне вероятно Китай, как я уже говорил выше, может продолжить ужесточение денежной кредитной политики. Ну и что касается заседания ФРС, которое ожидается в начале ноября и вчера ушло на второй план, то с этим заседанием тоже не до конца все ясно. Ну а в целом, ситуация пока спокойная. На наш взгляд, если тенденции продолжатся на коррекцию в целом на мировых финансовых рынках, то мы увидим дальнейшее краткосрочное укрепление американского доллара. А на сегодня у нас все. С вами был старший трейдер аналитик компании Grand Capital Сергей Костенко. Удачи вам и до новых встреч. До свидания.